Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Сегодня я хочу с вами поговорить очень серьезно на важную тему, поэтому прошу вас всех послушать меня внимательно, потому что это важно не только для меня, но и для вас, вообще для всех людей, которые увлекаются, во-первых, Японией, а во-вторых, для всех, кто вообще интересуется моим творчеством. О чем сегодня пойдет речь? Я внутри себя, вот знаете, чувствую, что пришло время расти, идти дальше, создавать уже что-то новое. Лучше. Больше, так сказать, сильнее. Я уже очень долго веду свой канал, практически 10 лет. Веду Инстаграм, у меня есть другие социальные сети. Например, у меня есть Телеграм, многие о нем не знают, но он есть, можете посмотреть по ссылке в описании. Пару дней назад я начал выкладывать ролики в ТикТок, не знаю, что из этого получится, но тоже как бы есть такая вещь. В общем, веду я все это очень-очень-очень долго. И получается, что я сам во всем этом борюсь. Я создаю и картинки, делаю названия, придумываю какие-то темы роликов, их сам монтирую, все. Что-то хорошо получается, что-то нет. И все это, во-первых, занимает, само собой, много времени. А во-вторых, я ограничен только своими способностями. Понятно, что со временем я там учусь что-то делать, у меня получается что-то лучшее, но все равно. Я, например, не могу знать все идеально во всех областях. И я понимаю, что дальше, чтобы расти, чтобы улучшить все это, мне нужны люди, которые могли бы вместе со мной это делать, могли бы помочь все это как-то улучшить. Поэтому я пришел к тому, что вот сейчас, в данный момент, когда на канале почти 900 тысяч человек, это уже приближается к миллиону, это на самом деле очень много людей. Столько всего можно сделать, столько всего можно рассказать. И не только даже вообще говоря о Японии, а в принципе можно создавать какие-то вещи, которые на что-то влияют, что-то дают. Поэтому я пришел к тому, что пора делать команду. Собрать людей, с которыми мы схожи интересами, с которыми мы смотрим в одном направлении и вместе можем делать нереально крутые штуки. И все, что сейчас есть, все, что есть на моем канале, это 1100 видео уже я сделал больше. И много всего. Это все улучшить и сделать в 10 раз круче. Но давайте я прям буду говорить конкретно, чтобы было понятно, что я вообще имею в виду, без всяких абстракций. Картинки видео. Я понимаю, что я не умею делать картинки видео. Ну не умею. Да, я знаю какие-то там фишки в фотошопе, что-то могу сделать, могу фон там вырезать, и то иногда коряво. Но не получается у меня делать прям супер крутые картинки. Но оно мне не нужно. То есть я не должен, наверное, во всех областях же, как я уже сказал, во всем быть нереально хорош. Нужно уметь делегировать. И пришло время делегировать. Мне нужен человек, который смог бы создавать реально классные картинки в единой стилистике к каждому видео. Потому что все мы понимаем, что 90% успеха в видео это картинка и название. А потом уже идет дело десятое содержание. Если оно интересное, люди посмотрят, будет большое удержание, останутся, подпишутся на канал и так далее. Но если они просто не кликнут, то ничего не будет. Как часто вы не представляете, я получаю сообщение, блин, Дима, я не знал, что у тебя есть такой интересный ролик. Если бы я знал раньше, я бы посмотрел. Потому что у него непривлекательное название или картинка. Может быть, ты переназовешь его. В общем, по-разному писали. Ну да, действительно, я не всегда называю видео как-то интересно. Вернее, картинки делаю к видео. И про название тоже мы сейчас к этому еще придем. В общем, картинка очень важна. Даже вот видео с путешествий в половине вы видели. Хорошие, красивые картинки в другой половине не очень. Вот там, где красивые, крутые картинки, мне их делали. И даже писали, о, какой классный превью, оно привлекает. Вот, поэтому, во-первых, человек с картинками, который будет помогать. Я хочу, чтобы те, кто заинтересован в этом, кто умеет делать крутые картинки, и это будет на платной основе. То есть, я за какую-то картинку буду за каждую платить определенную сумму, на которую мы договоримся. Пишите мне на почту. Я специально для этого ролика и вообще для создания команды создал отдельную почту, куда вы сможете мне писать, сможете присылать свои заявки, резюме, называйте, как хотите. Почта есть в описании. Как мы проверим, как мы вообще выберем человека? У меня есть видео про Уэна. Я на него ссылочку тоже прикреплю, так и будет написано. Видео про Уэна. Посмотрите этот ролик, посмотрите, какая сейчас у него картинка, и попробуйте создать свою, если вы этим занимаетесь. Потом я проведу голосование, и сам выберу то, что мне внешне, в принципе, нравится. И, возможно, выберем человека, который будет помогать с картинками. Это первая вещь. Вы себе, на самом деле, просто не представляете, как я заморачиваюсь все время, когда закончил уже видео, вроде интересное, хорошее, потом заливаю его на канал, и понимаю, что сейчас нужно придумать к этому видео картинку и название. И, по сути, все просмотры будут зависеть только от этого. И это очень сильно, на самом деле, меня вгоняет в депрессию. Если это будут делать другие люди, которые об этом намного лучше меня шарят, которые умеют это все делать, будет круто. И вот мы переходим к следующему как раз моменту. Это создание названий. Я бы хотел создать либо группу людей, просто собрать людей, которые мне все равно на мой канал, которые заинтересованы в том, чтобы он рос, развивался, которые могли бы помогать, высказывать свое мнение и предлагать какие-то идеи по названию роликов. Я буду говорить тему какую-то, может быть, изначально буду даже давать, заранее посмотреть этот ролик, и они смогут предлагать какие-то названия. Либо, если есть человек-сммщик, который вообще в этом всем шарит, то есть его работа, вот именно раскрутка, то такого человека бы я тоже нашел. Он бы придумал название. Возможно, придумал бы другие способы продвижения моего контента. Не только вот название красиво придумать, а где-то это разместить. Может быть, с кем-то заколабиться или что-то. То есть сммщик, человек, который бы продвигал меня, чтобы канал рос, количество подписчиков в инстаграме тоже росло, и это все позволяло бы мне делать лучше-лучше видео. И вот вы сейчас думаете, какой вам профит? Типа, вот я буду расти, вам какой профит? Например, те же видео с посольством. Чтобы такие проекты были, чтобы я мог куда-то поехать, показать интересное место, вы не представляете, какие это траты. Вот просто куда-то съездить. Это очень дорого здесь все в Японии. Выберите еще в расчет. Отель, еду, проезд, посещение каких-то музеев и так далее, зайти куда-то. Все это уже переваливает за большие суммы, то есть дешево и куда-то не съездить. И все это время нужно еще записывать, а потом монтировать. В это время вы не можете заниматься чем-то другим. Поэтому, конечно, когда есть проекты и они как-то оплачиваются, то, конечно же, это позволяет создавать хороший контент. Я уже не думаю о том, на самом деле, сколько посмотрят это видео, много либо мало. Я думаю о том, какой бы классный ролик сделать. И как вы видите, многим из вас действительно понравились видео с поездок по префектурам, которые я делал вместе с посольством Японии в России. Ссылку на плейлист я тоже оставлю в описании. Если кто-то не видел, то посмотрите. Можно сделать еще круче, лучше. Поэтому, чему я веду? Если есть, в общем, человек, который поможет с названием видео либо группа людей, тоже пишите. Присылайте на почту максимально подробную информацию. Кто вы, что вы, что вы умеете. Может, предложите сразу переназвать какое-то видео. Я не хочу набирать в команду, а бы кого. Я хочу действительно собрать крутую команду людей, которые будут максимально вкладываться, работать и создавать реально крутые вещи, крутой контент. И это не только поездки куда-то там по префектурам или еще что-то. Например, у меня давно, очень давно зреют идеи сделать документалки. Реально полноценные документальные фильмы в Японии. о разных, о каких-то людях, о каких-то местностях, может быть, о каких-то моментах, даже технологических или каких-то крутых, которые есть только в Японии, только в этой стране. Но я понимаю, что не могу позволить себе потратить там, например, месяц на съемку, монтаж, на это все, выложить на канал и что у этого видео будет там 20-30 тысяч просмотров, учесть, что на канале почти 900. И при этом еще люди будут жаловаться, блин, что так долго? Это должно быть реально что-то классное, чтобы в это можно было обложить все свои силы и получить какой-то отклик от этого. Я думаю, вы сами понимаете, это очень важно. И здесь дело не в том, что гони у себя за просмотрами или нет. Все мы люди, вы должны понимать, что когда ты что-то делаешь, ты хочешь получать отклик, это раз. А во-вторых, ну, тоже жить нужно же на что-то, правильно? Это же не делается только все без альтруизма, потому что делая одно, я не делаю другое. Я думаю, это вам не нужно объяснять, вы сами прекрасно должны это понимать. То есть, если трачу время на видео, значит, занимаюсь видео и делаю это хорошо, вкладываюсь в это. Я еще далее расскажу про людей, которые мне нужны в команду, с которыми мы вместе могли бы делать просто крутые, нереальные вещи. Но сейчас есть множество, я думаю, людей, которые думают, что мы чем не можем помочь, мы не собираемся ни картинки делать, ничего такое. Типа, зачем нам это все дело смотреть? Есть тоже смысл вам это все посмотреть. Во-первых, узнать, что я хочу сделать, это первое, и как это повлияет на развитие канала, и что вам в последующем ждать. А во-вторых, под этим видео я оставлю ссылку на большую анкету, ответив на которую, я получу с вас просто огромный, необходимый мне фидбэк. это и какие рубрики оставлять либо убирать, как их развивать, что в видео можно изменить и как это изменить, в каком направлении двигаться. В общем, много всего в этой анкете будет, посмотрите, и я на основе всех ваших ответов сделаю какую-то выборку и сделаю для себя какие-то выводы. Пожалуйста, зайдите на анкету, посмотрите, ответьте, потратьте время. Это для всех нас, для вас и для меня. Спасибо. Далее, друзья, я ищу такого человека, которого, в принципе, мог бы назвать, наверное, менеджер по рекламе. Это человек, который будет искать мне рекламные контракты, рекламных спонсоров, какие-то предложения, площадки, где я мог бы разместиться, людей, с которыми я мог бы скоперироваться, сколабиться. Это не обязательно связано именно с деньгами, а вот, например, по бартеру мы что-то делаем, различные рекламные контракты, чтобы канал тоже развивался, чтобы, опять же, деньги, например, получаемые с рекламы, я мог бы опять вкладывать в канал, тем самым он бы рос. То есть, ну, вы сами понимаете, отчасти же это все бизнес, поэтому нужен человек, который согласился бы это делать, сам бы проявлял инициативу, сам бы предлагал куда-то мой канал, мой инстаграм, мои услуги, и тем самым получал бы с каждой сделки процент. Если вы в этом хороши, вы знаете, как это делать, вы в этом отлично разбираетесь, и, возможно, работали уже с какими-то другими блогерами, пишите на почту, также на ту же самую, указывайте, что вы хотите работать именно в этой сфере со мной, и мы будем с вами обсуждать, посмотрим, как дальше пойдет. В последующем, я думаю, все это будет, если развиваться и расти, все будет лучше и лучше, и все будут только в флюсе. На протяжении всего ведения канала все свои видео я монтировал самостоятельно, все до единого. Какие-то лучше, какие-то хуже, где-то я применял новые фишки, какие-то переходы пытался сделать, всплывающие надписи и так далее. Это я где-то там экспериментировал, что-то создавал, но все видео монтировал самостоятельно. И у меня есть уже свой собственный стиль, какое-то свое собственное видео, как я хотел бы видеть итоговый, готовый ролик. И понятно, что какой-нибудь профессионал сделал бы это в 10 раз лучше, где-то что-то урезал, добавил бы лучше музыку, сделал бы вообще просто конфетку, даже из того, что уже есть заснято. Но там не будет моей души, я всегда так думал, все-таки это же не я создал, и я же не могу другому человеку вложить в голову то, как я это вижу. Но я думаю, что все равно, если будет монтажер, который примерно понимает, что я хочу, как я создаю ролики, и понимает, как это делать, и вообще мы смогли бы договориться и смотреть в одну сторону, то, возможно, я хотел бы найти человека, который помогал бы мне с монтажом моих видео. Только сразу скажу, что я не могу много платить за монтаж в принципе. Почему? Потому что на данный момент, как вы сами видите, ролики набирают очень мало просмотров. Они приносят просто копейки. Ну, там, 10-20 долларов ролик приносит, иногда 30, ну, серьезно. То есть, если кто-то думает, что это приносит миллионы, то, ну, это не так. Это приносит копейки. И даже если я буду отдавать всю сумму, которую приносит мне один ролик, то вряд ли я, может быть, смог бы покрывать работу монтажера. Поэтому здесь все работает вскупе. Хорошая картинка, хорошее название, хороший монтаж. И, опять же, не у всех видео. Где-то я могу только просить, а где-то сам буду монтировать. Позволит поднять просмотры. Поднимаются просмотры, ролик приносит больше денег. Эти деньги можно пустить, опять же, на то, чтобы заплатить монтажеру, который смонтирует следующий ролик. Либо, если много просмотров, можно сделать рекламу, которую найдет менеджер по рекламе. То есть, все взаимосвязано на самом деле, и это все помогает росту канала, на мой взгляд. Поэтому, если есть крутой монтажер, который вообще заинтересован, и какие-то идеи у него есть, ну, в общем, пишите также на почту. Вот такой еще человек мне тоже нужен. Я все это говорю по той причине, что вся вот эта аудитория, которая у меня есть, это же огромная аудитория. Вы только представьте, если вас всех собрать в одном месте. Это просто что-то нереальное. И с этим можно делать реально крутые, хорошие штуки, которые и даже социальные пользу какую-то принесут. Например, я не знаю, можно животных в приюте будет раздавать людям, находить им хозяев. Можно много всего будет интересного делать. Но для этого нужно, опять же, чтобы развивалось. Либо показывать какие-то такие грани Японии, которые еще никто не показывал. Ездить в те места, куда не пускают обычных людей. Но если у тебя много просмотров, у тебя есть узнаваемость, ты делаешь крутой, качественный контент, почему бы и нет? Почему бы тебя туда не пригласили? Обязательно пригласят? Или обязательно куда-то пустят заснять? Я сейчас местами могу говорить иногда сбивчиво, может быть, не до конца доносить свою мысль, потому что в голове у меня это как-то все оформлено, как это все взаимодействует между собой. Но как это прям передать вам, вложить в голову все, что я себе думаю. Иногда бывает не так просто. Поэтому, если вы где-то что-то не поняли, то обязательно спрашивайте в комментариях, я подробнее объясню. Расскажу еще. Далее, мне еще нужны люди, у которых есть особые, так сказать, суперсилы, возможности. И с помощью них можно создать контент, который раньше я, в принципе, не мог сделать, потому что я это не могу делать. Если среди вас есть художники, которые могут делать скетчи, либо какие-то крутые наброски, либо прям реально что-то классное рисовать, то пишите мне, для чего это нужно. Я вам, например, расскажу. Я начинал рубрику «История Японии». И так ее не продолжил, потому что я столкнулся с трудностью, что каких-то изображений, фотографий, картинок, которые иллюстрировали бы то, что я говорю, просто-напросто в интернете нет, либо они есть такого ужасного качества. И вам пришлось бы все время смотреть на мою говорящую голову. А я хотел сделать из рубрики «История Японии» реально что-то крутое, чтобы эти видео было интересно смотреть не только тем, кто увлекается Японией, а вообще всем. То есть, чтобы это был такой, знаете, красивый, иллюстрированный по сути учебник по истории Японии с какими-то интересными фактами, может быть, сутейками где-то вставленными. И вот, если есть люди, которые могли бы иллюстрировать то, что я буду рассказывать, какие-то там баталии или, например, встречи какого-нибудь принца с кем-то там, либо как там какой-нибудь старец на гору забирался, чтобы там познать дзен какой-то, и все это можно было проиллюстрировать, стиль может быть совершенно любой, если он приятный глазу, людям будет нравиться, мне будет нравиться. Если это не будет занимать много времени, то есть, не по три дня вы будете рисовать одну картинку, а быстро можно это проиллюстрировать, потому что для одного видео много же картинок понадобится, то пишите. И это не только для видео про историю, а для различных роликов, раньше, про которые я не мог делать, либо только говорящая голова. И помимо иллюстраторов-художников, я бы хотел найти разнообразных музыкантов, людей, которые могли бы писать музыку для моих видео, либо у них уже есть музыка, которой они могли бы поделиться, то есть дать мне авторские права, право на использование их музыки в своих видео, и тогда бы это разнообразило ролики, потому что сейчас я использую ролики только из библиотеки YouTube, вернее музыку только из библиотеки YouTube. Почему? Потому что я пробовал использовать музыку, например, знаете, со стоков, где можно использовать ее, написано, что она без авторских прав, либо если вы подписаны на этот сток, вы можете ее спокойно использовать, а потом приходили совпадения, лишали видеомонетизации, некоторые ролики блокировали, в общем, я намутился с этим, поэтому либо только ютубовская музыка, либо музыка от людей, у которых на эту музыку есть права, поэтому если вы занимаетесь музыкой и хотите стать частью моих роликов, чтобы я использовал вашу музыку, чтобы я указывал вас как авторов музыки, то пишите мне. Но сразу предупрежу, что художникам, что музыкантам на данном этапе платить я не могу. Почему? По той причине, что опять же ролики практически ничего не приносят, поэтому если вы где-то участвуете и помогаете в создании роликов музыкой, либо иллюстрациями, я вас указываю как соавторов, я пишу, кто вы, даю на вас ссылки, если людям интересно, они к вам будут переходить, подписываться, то есть вот такая вот интеграция меня интересует, не знаю, откликнется кто-нибудь или нет, кому-то может это интересно, но было бы здорово, потому что это также разнообразит ролики. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, о людях, которые мне нужны, это те, кто помогут переделать полностью мой сайт, то есть мне нужны и веб-программисты, и веб-дизайнеры. Если вы в этом хороши, не просто создали сайт на WordPress, либо в каком-то конструкторе сайтов, а действительно создаете что-то крутое, вы можете в дизайн, вы хорошо программируете, давно этим занимаетесь, то пишите мне, создадим крутой сайт, потому что, во-первых, и мои уроки я хочу переделать, я сейчас этим занимаюсь, и мне для этого нужен новый сайт. Во-вторых, я хочу все места, где я был, как-то на сайте красиво отмечать, чтобы люди получали максимум информации, делиться новостями, чтобы другие люди могли делиться своими новостями о Японии, создать хороший портал. Сам я это сделать не могу, но если есть люди, которые в этом разбираются, и вы в этом хороши, то пишите мне, само собой, эта работа будет оплачена, то есть я не прошу, чтобы вы пришли, и из-за того, что вы мой подписчик, сделали бы мне это бесплатно, мне нужны именно профессионалы, хорошие люди, которые в этом разбираются, и если вы еще при этом мой подписчик, то вы точно прочувствуете, что мне нужно, нам будет просто коммуницировать в этом плане, поэтому пишите, веб-программисты, веб-дизайнеры, создадим крутой сайт. И мы дошли практически до конца, мне нужны еще люди, которые могут создавать приложения на iOS и Android. Зачем мне это нужно? Во-первых, я хочу сделать приложение по изучению японского языка, будет полезно всем. Во-вторых, в принципе, приложения, которые будут полезны в Японии, может быть, какие-то разговорники, много разных идей, даже про игры думал, связанные как-то с обучением. В общем, потом поделюсь с людьми, которые как раз могут создавать такое, пишите мне тоже. Это долгоиграющие планы, это не на день, не на два, это будет долго все, но вместе можно создадим что-то крутое. Вот такие у меня мысли, но помимо этого мне нужны и другие идейные люди. Если у вас какие-то классные идеи есть, либо вы обладаете какими-то супер-крутыми скиллами, которые помогут в продвижении контента, в развитии контента, в создании чего-то нового, либо просто есть классные идеи, то тоже пишите. Ну, пожалуйста, не надо писать на эту почту, мне там 19 лет, я хочу обучаться в Японии, что мне делать, или как заработать на Японию. Я эти вопросы просто проигнорирую, потому что почта создана четко для определенных целей, и эти цели нужно достигать. Поэтому буду ждать от всех информацию. И обязательно, обязательно прошу еще раз пройдите анкету. Если вы не пишете на почту, просто пройдите анкету. А я, чтобы все это обмозговать, прочесть ваши комментарии, понять, как это все делать, в каком направлении двигаться, как это все лучше сочетать, я этим всем займусь после отдыха. Я на Golden Week с 1 по 8 мая поеду отдыхать на море. Не буду заниматься каналом, не буду клепать какие-то видео, просто отдохну. Вот нормальный человеческий отдых. И буду на все смотреть не через экран камеры либо телефона, как обычно я путешествую, а вот именно напрямую, своими глазами, видеть все, отдыхать, очищу голову, и, возможно, мне тоже придет какое-то озарение, и это все поможет в последующем создать что-то новое, классное. В общем, такие у меня мысли. Хочу сделать настоящую бомбу, просто пушку, чтобы просто это все разорвало, вообще все. И получилось бы классно, потому что у меня есть и желание, и силы на все это. А это уже многое, значит. В общем, такие мысли, друзья. Пишите, что вы думаете. И до встречи. Пока.